Всем привет-привет! Посмотрите, у кого я. Это Татьяночка Елисеева. Супер-супер фотограф, не стесняйся. Она работает и в Ульяновске, и в Москве. Очень часто, да, Татьяна? Поэтому, если что, обращайтесь. Будут супер фотки. Просто офигенно. Я надеюсь, я выложу это на всеобщее обозрение. Сильно не ругайтесь, а то у меня есть строгие подписчики. Поэтому сейчас мы будем фотографироваться. И, в общем, будет интересно. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже закончили каких-то полчаса, представляете? Но фотографий должно быть очень-очень много. И я уже подсмотрела. По-моему, они уже такие прикольные. Поэтому выложу вам на суд. Скажете, как вам что понравилось, что нет. Какой ваш любимый образ получился. Вот такие у меня получились фотографии. Скажу честно, что впервые делала такую фотосессию. Судя по комментариям в инстаграм, было, наверное, три лагеря, но которым как бы все равно. И очень ярые противники такой пошлой, скажем, фотосессии, вызывающей на всеобщее обозрение. И также, что меня порадовало большинство тех, кто одобряет, что здесь ничего такого пошлого нет. Это просто тематическая фотосессия. Все очень так красиво и немного с эротикой. Я тоже склоняюсь к этому же мнению. Более того, скажу вам, девчонки, лет пять назад, наверное, я бы вообще не согласилась на такую фотосессию. Не то чтобы для всеобщего обозрения, а просто даже для личного архива. Я, наоборот, даже рада, что я избавилась от неких своих комплексов. Оставила где-то это все далеко и, надеюсь, уже не возьму с собой. Все мы в жизни, да, мы мамочки, хозяйки, трудоголики или еще кто-нибудь. Но прежде всего мы, конечно же, женщины. И мы не должны это забывать. И, кстати, такие подобные фотосессии, они только больше еще укрепляют это убеждение. И, кстати говоря, если сравнивать на Facebook и Instagram, у меня самые лояльные подписчики. Там не было, наверное, ни одного негативного отзыва. Конечно, бурные обсуждения были именно в Instagram. Но чему я очень рада, я рада, что вы у меня тоже разные, что вы меня смотрите и следите за мной, несмотря ни на что. Такая, какая я есть. И это, конечно же, клево. Кстати, сейчас, может быть, вы заметили или нет, на мне линзы я впервые вообще попробовала. У меня, наверное, ушло на это полчаса. Самое трудное для меня было именно перенести вот эту линзу с пальчика на глаза. Очень непривычно, но я думаю, это дело сноровки. И со второго раза у меня уже будет все хорошо. Я выбрала зеленый оттенок. Видите, они такие широкие, большие. В общем-то, прикольно, мне кажется. Теперь мне хочется попробовать еще, конечно же, и другие цвета, чтобы посмотреть такую разницу. Но все-таки зеленый цвет мне нравится больше. Напишите ваш любимый цвет глаз. Также у меня здесь есть и раствор, и контейнеры, чтобы можно было все это правильно хранить и как можно дольше использовать. На первый раз я поношу их 2 часа. Скажу, поначалу, наверное, в течение 3 минут ощущала небольшой дискомфорт, потому что непривычно. И потом уже как-то привыкаю и абсолютно комфортно себя ощущаю. Закончу этот влог своими обновочками с сайта Choice. Я выбрала там 3 маечки и кофточки. Очень-очень безумно мне понравились. Буду носить и на лето, и также сейчас уже на весну. Классно. Люблю сочетание серого, белого. И мне очень понравилось сочетание кружева у серой кофты. И они такие легкие, очень приятные к телу. Поэтому я просто в мега восторге. С удовольствием буду носить, радовать себя и также, может быть, вас. Потому что частенько, когда я выкладываю фото в Инстаграм, вы спрашиваете, что это, откуда. Покупаете, носите. И потом мне пишите, что как вы довольны. И, конечно, обратная связь всегда радует. Я, наверное, закончу этот влог. Буду ждать ваших комментариев, обсуждений. И увидимся с вами в комментариях. Пока-пока. До новых встреч.